Сегодня мы продолжим ту тему, которую немножко не успели в следующий раз, потому что не получается все темы разбить. Соответственно, времени мы говорили в прошлый раз о том, что пародия с точки зрения формалистов это не просто какой-то второстепенный жанр или вообще какая-то внелитературная игра, которая нацелена на высмеивание, на комизм, а невероятно важный фактор в литературной эволюции, поскольку необходимо постоянно новой генерации авторов переосмысливать то наследие, которое они перенимают у предыдущих авторов, но брать прямо они это не могут. Им нужно определенным образом очень серьезно изменить то, с чем работали предыдущие авторы. И вот в результате этого появляется то, что формалисты называют пародичностью, что комический эффект в качестве такого второстепенного, может быть, даже незапланированного эффекта производит. И Денианов считает, что очень большое количество в мировой литературе пародий неоткрытых. Ну, скажем, к примеру, граф Нулин Пушкина, это пародия на Дорквиния, но если бы сам Пушкин не признался в этом, то вполне возможно, что никто бы этого не открыл. И, в общем-то, если серьезно изучать последовательно различные произведения, то вполне можно увидеть, что они являются вот такими вот пародиями на какие-то известные произведения. И вот, в частности, наиболее интересный вариант, который рассматривает Денианов, это пародия, которую Достоевский осуществляет по отношению к Гоголю. Причем осуществляет на самых разных уровнях. И на уровне использования лексики, и на уровне эпитетов, строя интонационного, и также на уровне личности. Ну, собственно говоря, это такой характерный подход для Достоевского. У него в различных произведениях фигурируют разные личности. Ну, например, в Бесах он изображает Грановского, изображает Тургенева. А в житии Великого Грешника, к сидящему в монастыре Чиадаеву, должны были приехать Белинский, Грановский и Пушкин. Естественно, он оговаривается, что это скорее некие типы, чем действительно некие литераторы. Но вот Гоголь наиболее изображается чуть ли не портретно. Хотя мемуары в то время еще были не столь о Гоголе распространены, тем не менее какие-то определенные вещи, связанные с личностью Гоголя, с поведением Гоголя, были известны, передавались. Даже если не в печатном виде, то, может быть, даже в устном виде. И Фома Фомич, он, собственно, очень точно копирует Гоголя в очень многих вещах. Пародийность здесь заключается в том, что из великого писателя этот образ переносится на неудачника, на мелкого приживальщика. Но, тем не менее, у него совершенно грандиозные литературные амбиции. И именно это, собственно, определяет его пафос, определяет его отношение к другим людям. Он себя всерьез считает гением, и настолько эта его позиция заразительная, что все остальные тоже его слушают беспрекословно, почитают как гения и так далее. И в способе организации жизни Фомы Фомича используются мотивы воспоминаний о Гоголе. В частности, было известно, что Гоголь очень часто жил у своих, так сказать, поклонников, у различных богатых людей, и там он вел себя определенным образом. То есть он был очень требовательный, он требовал особого к себе отношения, особого почтения, благоголейного внимания. Нужно было, чтобы было все для спокойного и комфортабельного житья. Стол с блюдами, которые он наиболее любил, тихое уединенное помещение, и прислугу готовы исполнять все его малейшие прихоти. Даже близкие знакомые хозяина, у кого жил Гоголь, должны были знать, как вести себя, если мировно с ним встретятся и заговорят. И это все выдержано в срезке панчика. Фому подчевают. Чаю, чаю сестрица, послаще только сестрица. Фома Фомич после сна любит чай послаще. Тишину и уединение обедлигают. Сочинение пишут. Говорит он, бывало, ходя на цыпочках, еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. Для прихоти Фомы представлен специально Гаврила. Дядя дает наставление племяннику, как себя вести при встрече. Наружность тоже как будто бы списана с Гоголя. Фома был мал ростом, белобрысый, с горбатым носом и с маленькими морщинками по всему лицу. К удивлению моему, он явился в шлафроке, правда, иностранного покроя. Фома Фомич сидел в покойном кресле в каком-то длинном дотяк-суртюке, но все-таки без галстуха. Ну, здесь, в общем-то, подчеркиваются определенные черты Гоголя. Гоголь любил такую свободную, оригинальную одежду, носил такие длинные волосы, нос знаменитый Гоголя. И какие-то определенные элементы, они тоже намекают на Гоголя. И само имя Гоголя упоминается, правда, не совсем в положительном контексте. Фома Фомич называет Гоголя легкомысленным писателем, но у которого зернистые мысли. И он собирается отправляться в Москву. Не жилец я между вами, не жилец я здесь. Посмотрю, устрою вас всех, покажу, научу, и тогда прощайте. В Москву издавать журнал. 30 тысяч человек будут собираться на мои лекции ежемесячно. Грянет, наконец, мое имя, тогда горе врагам моим. Здесь 30 тысяч человек на лекциях. Это намек на 35 тысяч курьеров Христакова. Но также это намек и на неудачное профессорство Гоголя. Фома считает, что ему предстоит величайший подвиг, которым он признан Богом. Его понуждает к этому человек с крыльями, являющийся к нему по ночам. А именно написать одно блогбокомысленнейшее сочинение в душеспасительном роде, от которого произойдет всеобщее землетрясение и затрещит вся Россия. И когда уже затрещит вся Россия, то он, Фома, пренебрегая славой, пойдет в монастырь и будет молиться день и ночь в киевских пещерах о счастье Отечества. Но ведь это, в сущности, и есть позиция Гоголя в период написания избранных мест из переписки с друзьями. Во-первых, это он рассматривал как некое божественное призвание. Во-вторых, он считал, что это сочинение не более не менее перевернет всю Россию. И дальше, после того, как случится переворот всей России, он собирался отправиться в монастырь и посвятить свою жизнь молению Бога. И по содержанию речи Фомы Фомича очень напоминают отдельные письма Гоголя, где он посвященный тем или иным вопросам. Например, Фома Фомич сильно занят крестьянским вопросом. Среди его посмертных произведений нашли бессмысленное рассуждение о значении и свойстве русского мужика и о том, как надо с ним обращаться. Он также пишет о производительных силах. Поговорив с мужичками о хозяйстве, хотя сам не умел отличить овца от пшеницы, сладко подтолковав о священных обязанностях крестьянина к господину, коснувшись слегка электричества и разделения труда, в чем, разумеется, не понимал ни строчки, растолковав своим слушателям, каким образом земля ходит около солнца и, наконец, совершенно умилостившись душой от собственного красноречия, он заговорил о министрах. Христиане всегда слушали Фому Фомича с подобострастием. Но это программа из двух статей переписки «Русский помещик» и «Занимающий ему важное место». Например, о министрах. Генерал-губернатор есть министр внутренних дел, остановившись на дороге. Генерал-губернатор посылается за тем, чтобы дать толчок всему, своим полномочиям облегчить затруднительность многих мест. И о разделении труда. Во-первых, ввести всякую должность в своей законной границе и всякого чиновника в губернии в полезное познание его должности. «Вы помещик, вы должны высиять, как бриллиант в своих поместьях», пишет Гоголь. И Фома тоже пишет. «Итак, вспомните, что вы помещик. Не думайте, чтобы отдых и сладострасти были предназначением помещичьего знания. Пагубная мути. Не отдых, а забота. Забота перед Богом, царем и отечеством. Трудиться, трудиться обязан помещик. И трудиться, как последний из христиан». Также он обращается и к слугам, что должны любить своих господ, исполнять волю с подобострастью и скроткостью, зато возлюбят вас и господа ваши, а вы, полковник, будьте к ним справедливы и сострадательны. Тот же человек, образ Божий, так сказать, малолетний, врученный вам, как дитя, царем и отечеством. Велик долг, но велика и заслуга ваша. У Гоголя, возьмись за дело помещика, как следует за него взяться в настоящем и законном смысле. Зыщет с тебя Бог, если бы ты променял это звание на другого, потому что всякий должен служить Богу на своем месте. Рассуждение Фомы о литературе пародирует статью Гоголя «Предметы для виллического поэта», а отчасти статью о театре, об одностороннем взгляде на театр. Фома Фомич удивляется, что делают современные литераторы, поэты, ученые. Они не обращают внимания на то, какие песни поет русский народ, по какие песни пляшут. Что же делали до сих пор все эти Пушкины, Лермонтовы, браздны? Удивляюсь, народ пляшет Камаринского, это апофеозу пьянства, а они воспевают какие-то незрабудочки. Зачем же не напишут они более благонравных песен для народного употребления? Это социальный вопрос. Пусть изобразят не мужика, но мужика облагороженного, так сказать, селянина, а не мужика. Пусть изобразят этого сельского мудреца в простоте своей, пожалуй, хоть даже в лаптях, я на это согласен, но преисполненного добродетели, которым, я смело это говорю, может позавидовать даже какой-нибудь слишком прославленный Александр Македонский. Я знаю Русь, и Русь меня знает, поэтому и говорю, и говорю это. Гоголь пишет, критикует театр, который угрожает разврату вкуса и разврата сердца. Незабудочки – это гоголевские стихотворные игрушки. А эпизод о Биняке – это из гоголевского «Возвеличь» в торжественном гимне незаметного труженика. Какие, к чести высокой породы русской, находятся среди... Развеличь его и семью его, и благородную жену его, которая лучше захотела сносить старомодный чипец и стать предметом на спершек других, чем допустить своего мужа, сделать несправедливость и подлость, выставь их прекрасную бедность, так, чтобы, как святыня, она засияла у всех в глазах. И каждому из нас захотелось бы самому быть бедным. Эти речи, они выдержаны в соответствующем стиле. Причем, Достоевский описывает, как Фома говорит. Есть что-то мелодическое в его слоге, и вместе с тем в торжественный слог кляняются такие выражения, как пехтерь, моська, халдей, хамлет, голландская рожа и так далее. Причем это делается с намерением, с системой. С намерением назвал я его голландской рожей. «Правда должна быть правдой». Это резко, грубо, но по крайней мере простодушно и справедливо. И в переписке с друзьями тоже происходит смешение высокого стиля с выражениями вроде «неумытая рожа», «подлец», «писал писачка», «а имя ему собачка». Это смешение было у Гоголя намеренное. Гоголь писал, «я оставил почти нарочно много тех мест, которые заносчивостью способны забрать за живое». Выдержанный высокий стиль Гоголя. В прощальной проповеди Фомы, как и в проповедях Гоголя, хозяйственные наставления совпадают по стилю с моральными. В Харинской пустоши у вас до сих пор сено не скошено. Не опоздайте, скосите, и скосите скорее. Таков мой совет. Мы хотели, я знаю это, рубить сырьяновский участок леса. Не рубите. Другой совет мой. Сохраните леса, ибо леса сохраняют влажность на поверхности земли. Жаль, что вы слишком поздно посеяли яровое. Удивительно, как поздно посеяли яровое. Эту речь по стилистике Танянов сравнивает с письмом Гоголя к Данилевскому. «Ну слушай, теперь ты должен слушать моего слова, ибо вдвойне властно над тобой мое слово. И горе кому бы ни было, не слушающему моего слова. Покорись и займись год, один только год своей деревней. Не заводи не усовершенствуй, даже не поддерживай, а вальди во все, следуй за мужиками, за приказчиками. И так безропотно и беспрекословно исполнись ее, мою просьбу». Используется и отдельные приемы гоголевского стиля. «На кого вы были похожи на меня? А теперь я заранил вас искру того небесного огня, который горит теперь в душе вашей. Заранил ли я вас искру небесного огня или нет? Отвечайте, заранил я вас искру или нет? Отвечайте же, горит вас искра или нет? Или, ну чувствуете ли вы теперь, что вас вдруг стало легче на сердце, будто в душу к вам слетел какой-то ангел? Чувствуете вы присутствие этого ангела? Отвечайте мне». И так далее. Вот такие вот повторы, они характерны для Гоголя. «Да разве уж я совсем выжил из ума? Откуда ты вывел заключение, что второй том именно теперь нужен? Залез ты разве в мою голову? Почувствовал существо второго тома? Кто же из нас прав?» И так далее. Или кто вам сказал, что эти болезни неизлечимы? Что же вы, разве всезнающий доктор? Зачем вы не обратились с просьбой о помощи к другим? И так далее. И здесь прием Достоевского основан на то, чтобы образы, которые были близки к образам Гоголевской переписки, «Искра небесного огня», «Слетевший ангел», в Гоголевской переписке, например, «Электрическая искра поэктического огня». И они повторяются, в результате чего исчезает заряд. Если постоянно употреблять такие высокие слова, то из-за повторов эта высота снижается. также пародируются слова и переписки. Достоевский использует иностранные слова, варваризмы, причем для создания комедийного эффекта. Фома Фомич говорит, «О, не ставьте мне монумента, не ставьте мне его, не надо мне монументов, сердце своих воздвигнете мне монументов, а более ничего мне не надо, не надо, не надо». Это знаменитая завещание Гоголя, завещание ставить надо мной никакого памятника, не помышлять о таком пустяке христиана недостойного. Тот воздвигнет мне памятник иначе воздвигнет он его в самом себе непоколебимой твердостью в жизненном деле, вареньем и освежением всех вокруг себя. Вот здесь слово памятник заменяется, комизм в том, что заменяется слово монумент иностранным, да еще к тому же поставленным во множественном числе. Вот это использование иностранных слов, внедренных в текст, создает комический эффект, и сам Бог это очень часто употреблял, когда он говорил, дамы города Н были презентабельны, или небольшое инкомодите в виде горошинки на правой ноге. И Достоевский очень разнообразит этот прием, он, например, говорит о мефетическом воздухе, инфернальной, или даже наоборот, русские слова передаются во французской транскрипции и произношение, например, ля-бабулинка, он учитель и так далее. И также Тургеневская довольна в весах пародируется как Мерси Карамзинова. И другой прием это отрыв эпитета и приклейка его к другому слову. Фома говорит о Гоголе, как и писателе легкомысленном, но у которого бывают зернистые мысли. У Гоголя девишься драгоценности нашего языка, что ни звук, то и подарок. Все зернисто, крупно, как сам жемчуг. То есть здесь у Гоголя зернистый жемчуг языка превращается в зернистый язык, а затем превращается в зернистую мысль. Таким образом эпитет, эпитет, который относится к зернистой жемчугу, переносится на язык, а затем язык заменяется мыслью. И вот это такой механизирующий прием. Так же как и при повторении, когда говорится искра небесного огня, или испуская сердечный вопль. Фома, Фомич, говорит, говорю это испуская сердечный вопль. дядя ему отвечает, но я сам спускаюсь на трещину и вопль, уверяю себя. Вот собственно анализ, который проводит Тинянов с текстом Достоевского, который демонстрирует, каким образом Достоевский пытается отойти от прямого подражания Гоголя, которое было характерно для его ранних произведений и построить на основе некоторых гоголевских приемов построить некие новые художественные приемы, причем здесь задача заключается в том, чтобы на смену вот этому приему изображения людей как масок ввести некоторый новый художественный прием, который как раз заключается на том, что мы под маской обнаруживаем что-то совершенно другое, или маски меняются, или если дается маска, то эта маска дается как нечто негативное. Ну, помимо того, что пародия с точки зрения Тинянова является очень таким действенным приемом обновления художественного и двигателем эволюции, кроме этого есть еще и другие способы изменения какого-либо жанра, поскольку Тинянов рассматривает жанры как некую часть системы, и литературу как систему систем, которая связана с чем-то нелитературным. И для того, чтобы изменить, для того, чтобы эволюционировать, для того, чтобы переосмыслить какой-то определенный жанр, необходимо произвести некоторые смещения, необходимо установки, которые выделяют какие-то характерные свойства жанра в первый период, сменились на установку на нечто другое, что радикально изменяет этот жанр, но тем не менее при этом остаются какие-то определенные маркеры жанра, которые нам позволяют подождествлять этот жанр как некий единый, хотя могут произойти громадные изменения. В частности, очень интересная работа, целая цикла работ Тынянова, который посвящен оде. Истории оды как жанра. Можно выделить целый ряд этапов развития оды. В первую очередь оды появляются в российской литературе как ораторский жанр. Она имеет установку на произнесение. То есть оды очень часто читались. Причем читались в определенных условиях, а именно в адвокации. Они обращены к каким-то высокопоставленным лицам. И поэт стоит перед царем вокруг различные царедворцы сиятельные. Он читает эту оду и задача воздействовать на читателя и получить в конечном итоге какую-нибудь золотую этаповерку от государя императора в знак благорасположенности к одописцу. Вот каким оду? То есть если мы строим поэзию так, чтобы она не читалась глазами, а именно произносилась, то это оказывает очень сильное влияние на то, как она должна строиться, на объем этого произведения, на то, какие будут использоваться риторические ходы, на то, какие будут использоваться эпитеты, как будут подбираться слова, какая будет тематика. на это все влияет установка на ораторское произношение. И вот первым этапом была Ода Ломоносова. Ломоносов был теоретиком Оды, и Тынянов собственно следует теоретическим положениям Ломоносова. Ломоносов считает, что главная цель написания Оды это красноречие. Красноречие это искусство, говорить о всякой материи красной, говорить и тем преклонять других к своему мнению. В более ранней версии риторики Ломоносова написано, что необходимо предложенную материю пристроенными словами изображать на такой конец, чтобы слушателей и читателей о справедливости ее удостоверить. То есть вот здесь у Ломоносова зафиксирована некая коллизия. На что должно быть направлено произведение красноречия, в частности Ода? На то, чтобы убедить читателя или на то, чтобы читателя впечатлить, ошеломить и преклонить к своему мнению. В зависимости от этого будет совершенно разный строй Уоды. И сам Ломоносов принимает именно вот эту установку на преклонение. И убедительно логическое использование ораторского слова отвергнуто и выбрано эмоционально впечатляющее. Ода именно как ораторский жанр, как витийственный жанр слагается из двух взаимодействующих начал. Во-первых, в каждый момент нужно создавать наибольшее напряжение, наибольшее воздействие на читателя. А с другой стороны должно происходить некое словесное развертывание. Вот если мы берем какую-то определенную тему или какой-то образ, то дальше нужно каким-то образом выстроить некую последовательность. Причем эта последовательность будет определяться несколько логическим построением, а ассоциативным ходом вцепляющихся словесных масс. И таким образом у Оды есть две крайности. Одна крайность это когда мы будем следовать такому логическому построению и это получает название сухой Оды, а другое когда происходит ассоциативное сцепление образов и получается бессмысленная Ода. И вот каким образом можно было бы это согластвовать, выбрать какой-то средний путь, это такой очень сложная задача. Ода Ломоносова была довольно-таки длинность. Она колебалась от 12 до 32 строк в среднем было 23-24 строк. У последователей Ломоносова это число достигало уже 50. Чем это объясняется? Почему обязательно вот эту тему нужно изложить в 23-х а то и в 50-ти строках? Это определяется не тем, что необходимо вот таким образом развить и исчерпать тему, но тем, чтобы исчерпать ораторские воздействия. Если есть возможность еще раз вот то же самое, но с неким таким новым ораторским поворотом устроить, то в таком случае будет продолжать. выдвигается в качестве доминанты витийственное начало, ораторское начало. Это влияет на интернационную организацию. Стиховое слово должно быть организовано по принципу наибольшего интернационного богатства. Сам Ломоносов выделял три рода различных периодов. Первый период это круглый и умеренный, второй это зыблющийся и третий отрывный. Круглый и умеренный это когда мысль распределена по трем частям страфы. Страфа состоит из четырех строк, потом еще три строки, еще три строки. И вот если мы одну мысль выразим в четырех строках, другую еще в трех, третью еще в трех, то это будет такая круглая и умеренная, такое спокойное, на которое используется ломоносовым не как таковая, а для оттенения других, которые являются зыблющимся или отрывным. Зыблющийся это наиболее эффективное, оказывающее наиболее эффективное воздействие, когда, например, идет очень длинный период и только в конце этот период разрешается в одной двух строках. для таких периодов характерны от жамбаны переносы со строки на строку в то время как в круглой периоде и умеренном жамбаны отсутствуют. Другой прием, который использует Ломоносов, который определяется именно ораторскими функциями, это выдвижение произносительной стороны коды и создается особая система звуков и метров, которые оказывают влияние на человека. В частности, у Ломоносова есть очень интересный пассаж, где он пытается проанализировать, как воздействуют звуки на человека. А способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины, а также внезапного страха. Учащение письмен Е и Ю к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей. Через Я показать можно приятность и веселение, нежность и склонность. Через О У И страшные и сильные вещи, гнев, зависть, боязнь, печаль. Дальше он анализирует согласные, весь алфавит у него таким образом распределяется. Соответственно необходимо подбирать слова в соответствии с этой схемой так, чтобы были некие звукоподражания, чтобы можно было воздействовать при помощи подбора звука на читателя. Точно так же и различные метры имеют свои функции. Ям, по мнению Ломоносова, сам собой имеет благородство для того, что возносится снизу вверх. А всякий героический стих, которым обыкновенно благородная и высокая материя, должен состоять сею стопою ямом. Харей, напротив, с природы нежность и приятную сладость имеет и должен составлять эллигический род стихотворения и тому подобное. Подбор слов также играет очень большую роль. Ломоносов создает теорию далековатых сопряжений, сопряжений далековатых идей, некий семантический слом. Когда слова подбираются не по некой ближайшей ассоциации, а наоборот по дальней ассоциации, это проявляется в том, что союзом соединяются разные по лексическим и предметным рядам слова. Например, с пшеницей, где покой насеян. То есть, посеяна пшеница и посеян покой. От вас мои нагреты груди и ваши все поданные люди. То есть, императрица греет грудь Ломоносова и греет своих подданных вместе с тем. Остывшие трубки стыд смердит. То есть, трубки стыд смердят. Также часто составляются слова по созвучию тавтологичности. Или по тавтологичности. Например, громким глазом возвышает до самых звезд Елизавет. Громкий глаз здесь созвучие и с другой стороны некоторая тавтологичность. Большую роль ломоносов отводят жестом. Человек, который произносит воду перед императором, он должен сопровождать свои слова определенными действиями. Например, протяженными кверху обеими руками или одной приносят Богу молитву или клянутся и присягают. Отвращенные от себя ладонь протягая увещают и отсылают. Приложив ладонь к устам назначают молчание. Протяженные уже рукой указуют. И так далее. Очи кверху вводят в молитве. Отвращают при отвращении презрение. Сжимают в иронии и посмеяние. Затворяют представляя печаль и слабость. Поднятием головы лица кверху знаменует вещь великолепную или гордость. Голову опустивши показывают печаль и унижение. Ею тряхнувши отрицают. Стив наши плечи боязнь сомнения и отрицания изображают. То есть адаписец он не только должен рассчитывать на произношение, но и думать какие он будет занимать позиции. Какие он будет делать жесты при произнесении тех или иных слов. Это в свою очередь влияет на написание оды. Потому что в самой оде появляются некие эквиваленты жеста. Например Ломоносов пишет И си уже рукой багряной врата отверзла в мир заряд отризы сыплет свет румяный в поля в леса в оград в моря. Вот для нас это уже стерто. Мы уже здесь не чувствуем жеста. Мы это воспринимаем просто как метафору. Но для Ломоносова здесь был вполне реальный жест. То есть он себе действительно представлял как эта заря берет руку этой рукой отверзает врата затем начинает сыпать этой рукой свет румяный в различные места. Также очень интересно что Ломоносов предвещает то чем занимался Хлебников футуристов разбирать слова на части и видеть там определенное значение которое как бы скрыто но которое воздействует на человека. Вот скажем такие слова как ужасный или чудесный или дряхлый или топчу с точки зрения Ломоносова можно разложить на части и эти части тоже будут осмысленны потому что ибо от согласных начинается лечение снег дно хлеб пчела то есть какая-то удивительная совершенно неожиданное вычленение каких-то значений потому что что общего между ужасным и снегом или чудесный и дном или дряхлый и хлеб тем не менее с точки зрения Ломоносова здесь под словами уже скрыто вот это значение оно внезапно составляет какой-то фоновый и несколько далекий но смысл который воздействует на человека вот сейчас сейчас подобного рода приемы они скорее используются используются комическими например у Петросяна в книге в сборнике анекдотов в Петросмешке например где сейчас пашешь да в баню устроился лифтером а что в бане есть лифт да нет ты чё я женщинам лифчики помогаю застегивать то есть лифтер у нас как бы не ассоциируется ассоциируется с лифтом с лифтом не с лифчиком можно это повернуть таким таким образом или чем занимаешься работаю на ювелирном заводе сортировщиком самоцветы отбираешь нет сортиры убираю слово Ломоносова может разрастаться в словесную группу члена которой связаны не прямыми ассоциациями а возникающими из ритмической близости это выражается в повторениях слов либо тождественных либо сходных по основе например отца отечества отец от рада пойдет вслед от раде и плески плеском весть дадут что вихри вихри удалялись и тучи стучи вспирались и устремлялся гром на гром и так далее это очень такой излюбленный прием Ломоносова который затем критиковался или же слова которые очень похожи по своему звуковому строю за нами пушки весь припас прислал что сам Стокголем про нас припас прислал какую здесь достали честь добыча часть друзей дарите горят сердца к бою жарко гремит Стокгольм трубами ярко горят гремит и это же проявляется и в рифмах которые основываются не на сколько не сколько на подобиях конечных слогов сколько на подобиях самих слов например голубями голосами брега беда рабы рвы струях степях рвы ковры пора творца звездами ноздрями активно очень использует Ломоносов церковно-славянскую лексику эта лексика она уже заряжена вот некоторым некоторой такой божественной энергетикой освещена как бы у людей есть особливое почитание к славянскому языку и это очень активно используется используется Ломоносовым и также особую конструктивную роль получают вводе пороки даже вот если есть какие-то недостатки то это тоже можно использовать ну как использовать в качестве некоего приема как предлог скажем к отдыху скажем если человек сделал какое-то напряжение и создает какой-то мощный образ то дальше он имеет право расслабиться и вот какой-то слабый образ привести вдохновения должны быть кратковременные эти усилия превозмогают слабую природу человека поэт совершил свое откровение и должен казаться утомленным писал мерзляков в статье о державине вот эта конструктивная роль пороков она была далее осознана и применялась архаистами ну вот собственно говоря концепция оды Ломоносова которую Тынянов называет ораторской и не только потому что она мыслилась произносимой но и потому что вот этот ораторский момент стал для нее определяющим это была центральная установка и все остальное лексика приемы и так далее были направлены на то чтобы эту установку установку реализовывать затем дальше последующие поколения одописцев отталкиваются от Ломоносова Сумароков критикуют Ломоносова и буквально по всем пунктам которые Ломоносов считал важными и которые он обосновывал Сумароков противоречит Ломоносову вырабатывает некую оду которая основана на среднем стиле затем Державин третий великий одописец он отчасти возвращается к Ломоносову только уже не таким образом что он составляет далековатые идеи а в том что он составляет различные стили и это является своего рода эквивалентом это то что оживляет вновь кодов и наконец наконец уже кода разрабатывается архаистами шишковцами с которыми полемизируют Арзамас и Кушкин это такое падение оды и затем она превращается в так называемую шинельную воду то есть воду которую пишут подчиненные восхваляя свое начальство потом дальше абериуты этот прием очень интересно использовали они писали оды такие шинельные оды уже в ироническом ключе но вместе с тем нельзя сказать что ода полностью погибла потому что появляется Тютчев который пытается создать оду на в размере фрагмента на малом жанре но вот это вот я вкратце описал какие ступени развития отдых я об этом подробнее еще расскажу в следующей лекции лекции это это Продолжение следует...